Провожать зиму и встречать весну в парке Ривьера собралось рекордное количество сочинцев. Артистов-народников зрители буквально окружали и пританцовывали. Обой подушками заставил понервничать любителей народных забав. Гости парка то и дело забирались на бревно, как повелось ещё на Руси, чтобы проверить свои силы. Овации зрителей и надёжные руки скоморохов заставляли участников бороться до конца. Особенно волнительно было вести бой тем, кого поддерживал глава курорта. Анатолий Пахомов не смог пройти мимо масленичных забав. Пока одни веселились на улице, другие приготовились провести масленицу в компании дельфинов. В представлении специально для тех, у кого, может быть, не всегда есть возможность всей семьёй сходить в сочинский дельфинарь. Среди зрителей – дети-инвалиды и многодетные семьи. Приглашение в дельфинарии на масленицу 500 семей накануне получили от благотворительной организации «Лига женщин. Мост. Добра». Замечательно. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось. Очень классно. Ещё хочется доходить. Даже хочу сказать, белухи прыгали, веселились. Коммуникация нам нужна обязательно. Так что очень рада, что у нас в городе даётся возможность таким деткам развиваться, коммуницировать. Надеюсь, всё это будет продолжаться. Виновники масленичных подарков – общественная организация «Лига женщин. Мост. Добра». На протяжении восьми лет в тандеме с городскими учреждениями, бизнесменами и всеми, кто просто не может себе позволить остаться в стороне, сотни сочинских семей, оказавшихся в трудной ситуации, рядом с надёжным плечом. Получается очень удачное такое сообщество, и мы этим гордимся. Мне кажется, то, что делается у нас в городе, не делается ни в одном городе в России. Потому что мы действительно в нашем городе любим наших детей, ценим. И все мы вот тут, и врачи у нас, я же говорю, и учителя, и педагоги, мы все работаем в комплексе. Тот, кто по каким-то причинам обошёл дельфинарий мимо, точно не пропустил другое шоу – конное. Полюбившиеся многим лошади снова удивляют зрителей своими возможностями. Кстати, у зрителей здесь появилась возможность не только посмотреть, но и оседлать жеребца. И всё-таки центром притяжения в парке Ривьера стала чучела масленицы. По традиции, все собравшиеся пишут записки. Одни для того, чтобы всё плохое ушло вместе с огнём, другие делятся мечтами и целями. То, что идёт, первое я и пишу, что хочется отпустить из своей жизни и больше привлечь счастья, любви и радости. Чтобы на глазах были слёзы от радости. Сочинцы прогнали зиму с песнями, плясками и улыбками. Они точно знают, что в самом лучшем городе будет, как всегда, самая яркая, самая тёплая, объединяющая всех весна.